Пилоты легкой и сверхлегкой авиации пожаловались президенту на надзорные органы. Они считают, что те осложняют их деятельность, необоснованно закрывают аэродромы, запрещают подниматься в небо любителям и спортсменам. С одним из них парапланиристом Александром Орловым мы говорим сегодня. Александр, здравствуйте. Ну и для начала, чтобы понимать ситуацию, сколько в России пилотов малой авиации и других летательных аппаратов и сопоставимы ли эти цифры с тем, что происходит в Европе. По количеству мы сравнимы, наверное, сопоставимы в порядках с европейскими странами, небольшими типа Чехии, где очень много летают. И в разы проигрываем, в десятки, в сотни раз Америке и Канаде, где любой человек может стать владельцем самолетика, может получить права и летать. Там, в общем, это не намного сложнее, чем управлять машиной. В России это несравнимые вещи. А с чем это связано? Почему такая разница? Ну, во-первых, для того, чтобы в России получить удостоверение пилота-летчика, нужно пройти обучение. На сегодня оно стоит порядка 400 тысяч рублей, разовая плата. Дальше, точнее, перед этим нужно пройти летную комиссию, которую многие люди не могут пройти, поскольку процедуры одинаковые, что для пилота Боинга, что для пилота малой авиации. То есть комиссия достаточно жесткая. Дальше требуется зарегистрировать самолет. Это стоит несколько десятков тысяч рублей. Это разовая плата, но регистрация производится в Москве и достаточно сложная процедура. И дальше требуется ежегодно получать техосмотр, сертификат летной годности СЛГ, который действует один год. Он стоит тоже порядка 70-80 тысяч рублей. При этом в Сибири мы летаем 3-4 месяца. В зимнее время пилоты-самодельщики не летают практически. Поэтому получается, что этот техосмотр нужно делать на 3 месяца, и через год он обнуляется, и его надо повторять снова. То есть понятно, что суммы порядка 500-600 тысяч для рядового самодельщика или любителя невозможны просто по финансовым соображениям. Кроме финансовых барьеров, есть еще и напрямую административные различные правила и нормы. Последние годы российские власти декларировали упрощенный порядок, ну или по крайней мере курс на упрощенный порядок использования воздушного пространства. Что в реальности? Действительно ли проще стало подняться в небо? Действительно, в 2010 году были определенные послабления. Россия привела свое воздушное законодательство в соответствии с требованиями международных организаций и выделили зоны. То есть все воздушное пространство было поделено на три зоны, в том числе появилось пространство класса G, где можно было летать достаточно свободно. Все это закончилось. При всех декларациях на упрощение, на самом деле, месяц назад произошло жесткое ужесточение условий, и со 2 марта любой полет в любом месте страны фактически стал разрешительным. Требуется провести процедуру, уведомления, получение подтверждения. Эти процедуры во многих случаях невозможно осуществить просто чистотехнические. То есть они достаточно сложны, они непомерно сложны для малой авиации, вот такой ультралайтной авиации. И я думаю, что большинство парапланиристов и дельтапланиристов не будет подавать этих уведомлений. То есть фактически вот введением этих поправок власти очень большую долю, там десятки тысяч человек в России сделали заведомыми правонарушителями. При введении любых ограничений у авторов всегда есть мощный аргумент. Это забота о безопасности тех, кто летает, тех, кого может быть перевозят на воздушных судах и тех, кто остается на земле, чтобы сверху на них ничего, так сказать, не упало. Вот насколько эти цели достигают с этими барьерами? На мой взгляд, они ухудшают отношение к безопасности, потому что когда люди партизанят и прячутся от всех властей и друг от друга, ни о какой нормальной безопасности, ни о каком нормальном контроле речи быть не может вообще. На ваш взгляд, при всей очевидности вот этой ситуации, почему тогда государство на самом деле не делает небо открытым и доступным для всех? Для меня это загадка. То есть я понимаю, что Минтранс и Росавиацию интересуют коммерческие перевозки и коммерческие пассажирские грузовые перевозки. То есть те направления деятельности, которые дают реальные деньги, где большие пассажирские потоки завязаны, и есть большой финансовый оборот. А он, авиация общего назначения или малая авиация, для них скорее какая-то назойливая муха, которая тоже вот где-то там зудит, но никаких денег не приносит. Потому что понятно, что с такого пилота-самодельщика, который там на пенсию собрал самолет и где-то хочет в полях летать, с него никаких денег не получить. А если он там вдруг упадет, то какую-то ответственность нести нужно. Поэтому Минтрансу и Росавиации проще, чтобы вообще никто не летал. Получается, что полеты, они ассоциируются с такой легкостью и воздушностью. На самом деле у вас все очень и очень тяжело и сложно. Ну что ж, спасибо. Надеюсь, в будущем у желающих подняться в небо будет меньше препятствий. О проблемах мало авиации. Мы говорили с парапланиристом Александром Орловым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин